Привет красивым людям! Ближайшие 20 минут только позитивные новости от команды Beauty Time TV. Мы начинаем! Бэби-модель, самый первый детский модельный конкурс в Челябинске, в этом году проходит уже в 15-й раз. Самые яркие моменты финального шоу в репортаже Beauty Time TV. То, что видят зрители конкурсов красоты на сцене, является результатом разноплановой работы. Постановка показов, репетиции выходов и, конечно же, примерки. В преддверии финала конкурса «Бэби-модель» участницы встречаются едва ли не каждый день. В этом году у нас проходит уже в 15-й раз городской конкурс для девочек «Бэби-модель». Девочки прошли кастинг и на протяжении всего месяца готовятся к конкурсу, к финалу конкурса, который пройдет 26 июня во Дворце пионеров на Аломполе. Начинающие модели уже знают отличие примерок от шопинга. Комплекты подбираются в соответствии со стилистической концепцией, а не по принципу «что мне нравится» и «что бы мне хотелось». Репетиции проходят очень эмоционально. Детки все разные. Дети все стараются в силу своих возможностей. И от них, конечно, большие требования, потому что у них много выходов. Им нужно запомнить большой объем работы, научиться эмоционально себя показывать и научиться себя вести в большом коллективе. В проекте «Бэби-модель» стараются все, и победа в этом конкурсе важна для каждой из участниц. Но, несмотря на это, жюри предстоит выбрать только по одной участнице в каждой возрастной категории. Это Beauty Time. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных здоровому питанию и качественным продуктам. Сегодня в центре нашего внимания – крупы и хлопья. Сбалансированный рацион питания – это когда в правильном соотношении представлены белки, жиры и углеводы. Для каждого из этих компонентов свое время приема и свои идеальные сочетания. Эксперты нашей рубрики, специалист пищевого производства Надежда Келунова, а также врач-гастроэнтеролог, диетолог и элементолог Наталья Маркина сегодня рассказывают об углеводах. У нас все абсолютно продукты содержат и белки, и жиры, и углеводы. Но преимущественно какие-то белки и преимущественно какие-то углеводы. Ну, примером таким, да, вот, например, если взять сахар – это чистый углевод, стопроцентный. Если взять сало или там растительное масло – это жир, то есть это жировой продукт. Поэтому, что здесь очень важно – сочетать с подобным то, что содержит тоже углеводы. Это овощи, фрукты, пожалуйста. Ни с молоком хорошей сочетаемости круп нет, ни с мясными, например, продуктами. Оттого и нарушение пищеварения. Традиционно в России крупы считались основным блюдом. Это и гречка, это и горох, это и пшеница, это и ячмень, из которой делаются перловая и ячневая крупы, да. Это богатейший ассортимент, в принципе, различных блюд, которые можно изготовить из круп. Крупы содержат самое главное – они содержат большое количество энергии. Это углеводы, это крахмалы. Крупы содержат большое количество белка, крупы содержат витамины, минералы. Если вы, допустим, те же сказки читали и фильмы смотрели, была русская печь, в которой закладывалась крупа, туда наливалась вода, и она томилась в горшке или в чугунке, я не знаю, там по времени, когда что было. И туда, кроме масла, в напаренную крупу больше ничего не добавляли. Кстати, имеет значение не только сочетание, но и время приема каш и других блюд с участием круп. Перевариваемость круп с утра не очень активная. И поэтому каша здесь является диетическим продуктом у людей, у которых есть гастрит, гастрододениты. И чтобы легче и безвреднее осуществить пищеварение, то есть насытить как-то организм, введена была в качестве именно диетической такой рекомендации каша на завтрак. Но чаще всего это были слизистые каши разваренные, это обсяная и рисовая. Вот с чего началось поедание каш по утрам, скажем так. Но если говорить о физиологии пищеварения, если нет проблем с пищеварением в виде диагноза, то каши, то есть крупы, лучше есть в обед и вечером, согласно ферментативному обеспечению в течение дня. Если говорить о качестве различных видов крупы, как правило, оно определяется степенью очистки сырья. Именно поэтому стоимость одинаковых позиций от разных производителей может отличаться существенно. Главный критерий для любой крупы – это засоренность. То есть наличие других крупинок, наличие посторонних примесей, это может быть еще прийти из сырья, да, сорные семена какие-то попали, может быть камушки, то есть это минеральная примесь. И поэтому только серьезные, проверенные изготовители могут себе позволить хорошее и производительное и в большом количестве оборудование для очистки этой крупы. Поэтому мы доверяем именно крупным торговым маркам, которые имеют в своем портфеле большие крупозаводы с серьезной техникой. В давние времена люди употребляли в пищу только то, что произрастало в своем регионе. Ситуация менялась на протяжении веков. Так, например, рис прочно обосновался в рационе русского человека. А нашу гречку полюбили жители других континентов. Мы два основных направления берем. Это, естественно, длиннозерный рис, который больше рекомендуется на какие-то восточные изделия, да, на рассыпчатый плов, возможно. И рис круглозерный, который лучше использовать для каши, который как раз дает более вязкую структуру и будет интересен для какого-то вязкого блюда. Если мы будем с вами говорить, например, о гречневой крупе, да, она у нас царится круг всех. И ее традиционно в России любят. И теперь смотришь, очень большой интерес она вызывает и на Западе, и на Востоке. У нас, например, клиенты из Японии, из Китая очень интересуются нашей гречкой. Мы имеем возможность производить манную крупу из пшеницы из твердых сортов. Этим мы отличаемся от большинства изготовителей и от большинства продуктов, которые предоставлены в наших магазинах. Наша манная крупа сделана из твердой пшеницы. Такая манка усваивается медленнее, соответственно, очень плавно идет насыщение, нет чувства тяжести, как после обычной манной каши. И она помогает держать организм в форме, фигуру в форме. Быть в форме и следить за рационом. Сегодня это норма жизни успешного человека. А профилактику многих заболеваний врачи напрямую связывают с тем, что и как человек употребляет в пищу. Они же, медики, настаивают на том, что, несмотря на общие правила, все эти вопросы должны решаться индивидуально. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Летний день одной цены в тессуре. Жаркие цены на часть коллекции тканей. Салон ткани «Тессура» на Тиберязьево, 26. Это «Бьюти Тайм». Программа о том, что делает жизнь яркой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что гигиеническая процедура педикюра – явление всесезонное, именно в летнее время услуги профессиональных специалистов пользуются особым спросом. Кто-то считает, что с обработкой стоп и ногтей можно справиться самостоятельно. Но в качественном профессиональном исполнении эта услуга обеспечивает не только ухоженный вид ногам, но и позволяет предотвратить некоторые серьезные проблемы. Все-таки рекомендуется прийти к специалисту, который классическим либо уже новым способом аппаратным сделает ваши ножки не только красивыми, но и гладкими, а также здоровыми. Аппаратный педикюр – это намного быстрее, это лучше во многих, скажем так, позициях, потому что при помощи аппаратной техники можно хорошо зашлифовать стопу, из-за чего у вас будет очень гладкая кожа. Проблема вросшего ногти, с которой приходится иметь дело специалистам-подологам, обычно возникает из-за чрезмерно узкой обуви, а также неправильного ухода. Неправильное подстригание ногтевой пластины еще приводит к врастанию. Если человек сам подстригает, некоторые любят нос подстричь так вот побольше, вырезать, это тоже неправильно. Некоторые мастера так могут сделать. Это надо подстричь и правильно подпилить. Если вросший ноготь приносит дискомфорт и даже боль, может потребоваться специальная методика коррекции – титановая нить. Титановая нить – это такая маленькая проволочка, которая помогает высвободить ноготь из ложа, чтобы он рос правильно и нужной нам формы. Она ставится быстро, легко, в принципе, безболезненно, никакого дискомфорта после этого в дальнейшем нет. Не стоит забывать о ежедневном домашнем уходе. Ноги требуют не меньше внимания, чем руки и даже лицо. Обязательно любая девушка должна иметь хороший крем. Крем должен быть, скажем так, насыщенный маслами, которые будут питать вашу кожу. Кокосовый, макадамии и прочее. Они должны быть жирными и не должны иметь сильных синтетических отдушек. Вы должны хорошо подготовить кожу, очистить, а после этого уже наносить уход. Также большинство девушек уже привыкло к нанесению масла для кутикулы на руки. Но также это нужно делать и с ногами, конечно же, потому что там тоже кутикула, она может налипать, может грубить, что в целом плохо влияет на вид ваших ножек. Делать профессиональный педикюр рекомендуется примерно раз в месяц. Именно столько держится на ногтевых пластинах современное покрытие гель-лак. Что же касается дизайна, как и в случае с маникюром, современные мастера предлагают различные материалы и техники. Вы смотрите Beauty Time, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чтобы там не писали в глянцевых журналах и модных блогах, каждый сезон льняные ткани всегда оказываются над модой и вне тенденций. Но, несмотря на это, популярность моделей изо льна неизменно высокая, а потому появляются они каждое лето. Леон в натуральной расцветке, в лаконичных моделях – это своего рода классика летней моды. Характер образу в данном случае придают аксессуары. Долгое время основным способом украсить льняное полотно являлись вышивки. В последние несколько лет технологии обработки ткани позволяют наносить дизайнерские принты ярких оттенков. Леон – это всегда практично и комфортно, и, как уже было сказано раньше, актуально каждый летний сезон. При условии, конечно, что комплект с участием льна украшает конкретную фигуру. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Зоне Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Наверняка у каждого из нас в детстве бабушки шили одеяло и подушки из лоскутков тканей. Именно поэтому выставка «Лоскутная мозаика России» так греет сердце и вызывает ностальгические эмоции. Здесь выставлены лучшие работы лучших мастеров России за 2017 год. Они в прошлом году были высоко оценены на фестивале «Лоскутная мозаика России» в Иваново. Ткань, она сама по себе диктует какие-то определенные вещи. То есть, когда ее берешь в руки, она начинает с тобой разговаривать. И мир, получается, выражается не только через твои ощущения, а через ткань в том числе. И оно никогда не устареет, оно всегда будет актуально, что это вот это вот тепло рук, да, тепло рук души уложены. Эта выставка открылась в день рождения Челябинского музея изобразительных искусств. Именно поэтому лоскутную мозаику России можно считать своеобразным подарком к 78-летию. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате no comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен, до встречи Команда BeautyTime ТВ благодарит партнеров проекта Модный дом Я, студию макияжа Френды и мидж-студию Елены Ивановой Модный дом Я, студию макияжа Френды и макияжа Френды и макияжа Френды